Главная новость сегодняшнего дня это падающий рубль. Он падает, падает, и сегодня он упал так низко, как никогда. Что же происходит-то? Так низко, как никогда, упали мы все, надо сказать. Но не то, чтобы как никогда, конечно. Понимаете, если бы речь шла об экономике в чистом виде, тогда не о чем спрашивать, по крайней мере, меня. Ну, там, какие-то валюты падают. Мы же не об экономике здесь говорим. Потом ты делал, какие-то валюты падают, какие-то поднимаются, и тогда надо было разговаривать об этом с экономистами. В случае с тем, что происходит сегодня с экономикой России и с рублем, это же в чистом виде харакири. Это то, что происходит с обществом? Да, это просто мы сами, Россия, обрушивает собственную экономику. Администрация России обрушивает собственную экономику. Источник совершенно политический. Этого обрушения. Россия в 2014 году сама себя выбросила из мирового сообщества, из восьмерки, из международных институтов. Сама поставила себя, позиционировала себя противником цивилизованного мира. Сегодня у России, на нашей памяти, были очень, у Советского Союза позднего, были очень трудные экономические периоды. Но тогда можно было взять что-то там, взаймы в парижском клубе. Когда мир понимал, что мы хотим войти частью мира, стать частью этого мира, ну тогда рассматривается вопрос о помощи. Сегодня, то, что происходит сегодня с экономикой, это прямое следствие политики, разумеется. Это прямое следствие просто сошедшей с ума администрации. Вы говорите о России, когда вы говорите, что Россия сама себя довела до этой степени, вы говорите о России как единым целом. Неужели это вся Россия такая? Государство. Нигде не руководит, миллионы нигде не руководят, миллионы нигде не определяют политику. Политику определяет элита. Мудрость страны, мудрость населения, народа, как хотите, заключается в том, какую элиту народ себе выберет для жизни. Чехи тоже бывают очень разные, но чехи выбрали себе гавала и живут как чехи. А мы выбрали себе Путина и живем как мы. А в России, в 140-миллионной России, наверняка есть несколько тысяч, больше не надо, людей образованных, умных, совестливых. Не сказали ключевое слово, совестливых. Совестливых. Нет, ну это неплохо бы, чтобы это все было в комплекте. Профессионалов, высокого класса, людей образованных и людей не ворующих, как минимум. Такие люди есть. Они сегодня маргиналы. Либо маргиналы, либо люди просто уже выброшенные из страны. В диапазоне Гуриев, Каспаров, Ходорковский. И так далее. То есть элита, потенциальная элита есть, но она сегодня в маргиналах. А те люди, которые должны быть маргиналами, по моим скромным соображениям, они сегодня элиты. И надолго они там? Пожизненно. Я думаю, что уже пожизненно. Я думаю, что они проскочили, к сожалению, для нас, для всех и для себя. Они проскочили ту развилку, ту стрелку, это было в районе зимы 2011-2012 годов, когда можно было еще договариваться. И договариваться, я писал об этом когда-то, об условиях выхода на цыпочках. То есть как-то договориться о том, чтобы остаться на свободе, даже при деньгах, может быть, но оставить в покое страну и дать возможность стране куда-то выходить. То, что Путин своими руками разломал возможность эволюционного выхода своим третьим сроком и разгромом на Болотной, и посадками, он разломал и возможность выхода, но он и разломал для себя возможность эволюционного пути. То есть, практически Россия – это заложница Путина, его судьбы? Абсолютно, заложница. Россия – заложница своей, ну, можно по-другому сформулировать. Конечно, сегодня судьба России и в значительной степени судьба уже мира, Европы как минимум, континента, зависит от того, с какой ноги встал Путин, что поел, кого послушал. Да, классический случай авторитаризма. Ведь никого же не интересует, как себя чувствует глава Южной Кореи. Мы даже не знаем, как его зовут. А вот хромает или не хромает этот очередной Ким, да, и до какой степени он сошел с ума, вот это интересует всех. Напомните, он пропал на месяц. Вот так вот это всех интересует. А если пропал на месяц администрация Южной Кореи, это никого бы не волновало, выбрали бы другую и жили дальше. Нас сегодня чрезвычайно интересует, что съел с утра Владимир Владимирович, что у него в голове, да, с каким он астрологом поговорил накануне. Мы от этого чрезвычайно зависим. Абсолютно восточная система. И мы заложники, конечно. Но главным образом мы заложники своего менталитета, своей неготовности выходить из собственного прошлого, осознать собственное прошлое. Вы так говорите, как будто совсем нет выхода из ситуации, менталитет поменять очень сложно, все как-то очень мрачно. Очень сложно, ну, простите, не хотел вас расстраивать. Неужели нет никакого повода для оптимизма? Вы знаете, что в Швейке, мы тут в Праге сидим, значит, один из персонажей Швейка говорил, что еще никогда не было, чтобы никак не было. Как-нибудь будет наверняка. Какой-то выход, что-то случится. К сожалению, никакого рационального повода для оптимизма я не вижу из той ситуации, которая есть сегодня. Рационального повода для оптимизма я не вижу, потому что все легитимные способы, эволюционные способы, а мимо них всех Россия просвистела, как паровоз мимо этих стрелок. И сегодня Путин руководит Россией в статусе между Лукашенко и Каддафи, да, и мы же видим все варианты выхода. Когда мы начинаем загибать пальцы, вспоминая коллег Владимира Владимировича, то есть людей, которые имели абсолютную власть и почти стопроцентный рейтинг, и от которых зависели судьбы государств, то мы видим этот нехитрый список в диапазоне, повторяю, от Туркменбаши, проездом через Милошевича до Лукашенко и Каддафи и так далее. Мы все, кроме Лукашенко, довольно плохо закончили. Понимаете, тут вопрос в том, умрет человек на своем посту или как там, да, какой-нибудь. Или как там. Или как Каддафи он не успеет умереть, а ему начнут помогать. Вот-вот и весь вопрос. К сожалению, Путин сам уже от власти не уйдет. Это ясно. Да, но он достаточно молод и вроде как достаточно здоров. Значит, одно из двух. Значит, одно из двух. Либо ему помогут, что тоже не исключено, либо Россия будет стагнировать дальше. Совершенно ясно, что изменить политику он уже не может. Вот все, что мы наблюдаем, это совершенно тактические пиаровские усилия. Он не уйдет от власти. Это реальная драма. Это реальная драма и его, и, конечно, России. Сам он не уйдет. И, конечно, Россия, это угроза не только для Европы, это угроза для стран бывшего Советского Союза, это угроза для всего мира. Разумеется. И в отличие от прошлых лет, кажется, Европа начинает это понимать. Другое дело, что они так долго... Ведь болезнь запущена, запущена в том числе Европой и Америкой, которые много-много лет устраивал Путин. Он был их сукин сын, по их терминологии. Они знали, что он сукин сын, безусловно. Но он был их сукин сын, потому что газ поставляет, границы не нарушает, базы дает среднеазиатские для борьбы с талибами. В Совете Безопасности договориться можно. То есть, ну, терпим, рационально терпим. В 2014 году выяснилось, что он уже не их сукин сын, что этот сукин сын играет отдельную страшную игру. То есть он их перехитрил. Их это застало врасплох. Не то чтобы даже перехитрил. Просто у него снесло крышу по-настоящему. Победа на Олимпийские игры и Крым просто снесли ему крышу. Авторитарным властителям крышу сносят регулярно. Абсолютная власть сносит крышу. Это нормально, это понятно. Помните «Мастерин колец»? На то и, собственно говоря, разделение властей, чтобы угловые государства не сносило крышу. Вот в Америке, если у него снесет крыша, это его личная проблема, потому что будет импичмент немедленно. Если он развяжет войну или попытается узурпировать власть. На этот случай есть очень много инструментов, которые не позволят ему это сделать. Поэтому там не сносят крышу. В наших условиях, в условиях Северной Кореи, почему бы никаких гарантий от этого нет? С ядерной кнопочкой. Ну, конечно. Вот мы, собственно говоря, сейчас... С газовыми кранами. А существование этой ядерной кнопочки позволяет ему раскидывать пальцы так широко. Извините, что я не говорю ничего оптимистического. Нет, это реально, к сожалению... Возвращаясь к рублю, возвращаясь к рублю, ничего другого сейчас уже и быть не может. Вы бы сказали об этих маргинальных, интеллигентных, скромных людях, таких как Ходорковский и другие, которые уехали за границу. Есть ли у них хоть какие-то шансы что-то изменить в России, даже если они издалека? Понимаете, какая штука? Они могут только напоминать россиянам и миру о существовании альтернативы. Когда говорят, ой, а кто, кроме Путина, а если не Путин, то никто, да, то мы должны понимать, что есть и экономисты, и историки, и политики. Есть люди, которые могут предложить России и миру другой алгоритм, да, другую парадигму, другой подход к проблемам. Они есть. Драма, но они есть, наверное, они есть и в Узбекистане. Узбекистане, наверное, они есть и в длинное время, может быть, были в Северной Корее. В Узбекистане они все давно уже вымерли. Да, да, или уничтожены. Значит, вопрос в том, что мы все-таки не Узбекистан. Какое-то количество людей. Ведь мы же это все проходили 25 лет назад, так сказать, на уровне позднего совка. Карато же казалось, что если убрать политбюро, мы сейчас просто никого вообще нету, кто знал бы, как вообще поворачиваться из Узбекистана. Вы знаете, что меня поражает? Что когда я разговариваю с людьми из Казахстана, скажем, того же самого Узбекистана, из Кыргызстана, я говорю о том, что, может быть, то, что делает Владимир Владимирович не совсем правильно, с пеной рта народ, просто народ мне доказывает, что это хорошо, что он есть такой. Хорошо, что он противовес Западу. Хорошо, что он защищает интересы России. И вот эта масштаб путинской пропаганды, она как раковая опухоль распространилась уже везде. Как же с этим бороться? Пропаганда – это традиционная, наследственная, это то, в чем они действительно преуспели. Сталинская пропаганда была абсолютно великолепной. Напомню, что в 60-е годы, советская пропаганда, в 60-е годы, до 68-го года включительно, было огромное влияние, были мощные коммунистические партии в Италии и во Франции, были очень мощные лобби на Западе, до 68-го года включительно. Напомню, что Фихтвангер, Бернард Шоу, Сартер, Камью были поклонниками Советского Союза. С гулагами, с интервенциями, со всеми пирогами. Вот уж что мы умеем – это бороться за мир. Вот уж что мы умеем – это подпитывать лобби, лоббирование международное. Это мы умеем. Пропаганда работает на очень высоком уровне. Не то чтобы на высоком уровне, но очень эффективно. Слишком эффективно. Иногда примитивно, но очень эффективно. Да, но это не замена жизни. И вот мы видим, что пропаганда может быть какой угодно, но курс рубля не слушается. А рубль-то падает. И цен на нефть падает. И цен на нефть не слушается пропаганды. И мы помним, какая была прекрасная советская пропаганда. И мы помним, как это все лопнуло за год или два, когда кончилась еда. Поэтому это же ждет Россию. И то, что общество не способно понять через голову, оно будет понимать через живот. Или, простите, уже через задницу. Никакого четвертого пути нет. Никакого четвертого пути не придумано. Люди либо понимают головой заранее, основываясь на опыте, на знаниях. Если они слушают образованных людей, честных образованных людей, то можно понять заранее, через голову. Если нет, через живот. Через живот мы уже начали понимать. И сегодняшний начинающийся коллапс российской экономики, конечно, через какое-то время приведет к этому осознанию. Медленно. К сожалению, медленнее, чем хотелось бы. Но, повторяю, проблема заключается в том, что, когда что-то осознает западное общество, там есть механизмы изменения политики. Есть свободная пресса, есть честная социология, да, есть независимый суд, есть независимый парламент. Ну, нет этого нигде на бывшем. Вот там, где есть эти мягкие, там, где есть такие возможности, там можно, что-то поняв, быстро поменять политику. В случае с Северной Кореей, чтобы уже не понимал человек, сидящий где-то там в Пхеньяне над своей чашкой риса, ничего уже изменить миллионы этих людей не могут, потому что все давно разломано. Репрессивный аппарат доминирует над здравым смыслом. В России мы приближаемся уже к той точке, где репрессивный аппарат абсолютно доминирует над здравым смыслом. И миллионы людей, десятки миллионов людей могут понимать, что надо что-то менять. Но инструментов для изменения нет, инструменты разломаны. И это реальность. Ну, значит, опять вернемся в жуткие начала 90-х, а потом в середине, в конец 90-х. Я боюсь, что начало 90-х покажется нам детским лепетом по сравнению с тем, что может дать Россия. Дело в том, что в начале 90-х распался Советский Союз. Советский Союз было все-таки нежизнеспособное довольно образование. Ну, не может быть страны, в которой входит Эстония и Туркмения. Ну, этот зверь не живет, да, этот мутант не выживает просто, да. И очевидно, что Эстония с Туркмения могла держаться только на войсках, только на КГБ и войсках. И распад Советского Союза был в сущности вещью вполне благотворной и естественной. Распалось нечто нежизнеспособное. Хорошо. Если начнет распадаться Россия, а сегодня речь идет об этом, о распаде уже России, это уже следующий уровень распада. И это будет гораздо более драматично, чем отпадение Прибалтики или Туркменистана. А вот как это будет выглядеть? Можете просто в двух предложениях описать это ярко и красочно, чтобы до людей дошло? В двух предложениях не могу. Могу в одном слове, но оно не печатано. А мы его пип сделаем. Да, нет, вот считайте, что вы сделали этот пип. Это будет очень плохо. Это будет очень плохо и больно. Штука в том, что полиэтническая, многорелигиозная, так сказать, сложная страна, как Россия, может, такая страна, аналоги, вот есть Америка, есть Канада, да. Такие страны могут существовать, как это ни странно сегодня звучит, только в либеральной парадигме, только там, где существует возможность объединения на добровольной основе, на основе здавого смысла. Поэтому Америке ничего не грозит. Но Россия никогда не существовала так. Вот послушайте, значит, есть же мозги для того, чтобы понять. Вот есть Канада. В Канаде есть там Британская Колумбия, а есть Квебек. Устроены очень по-разному. В Америке, ну тут-то хоть там еще это языке. В Америке есть Коннектикут, есть Калифорния, есть Техас, а есть какая-то Алабама и Монтана. Да, и есть Средний Запад. Живущие совершенно по-разному. Это разные государства. Да, с разными этносами, с разной религией, с разными культурами. Живут они вместе в одной стране, и ничего не грозит штатам. Только потому, что везде выбирают свою власть. Что люди могут голосовать, что люди могут оставлять у них свой собственный бюджет. Виктор, если в России это сделают, она распадется, как карточный домик. Вот если в России это сделать, дать возможность выбирать самим, отчисляя какие-то небольшие суммы на поддержку небольшого административного аппарата, вот тогда у России есть какой-то шанс постепенно перейти на вот такой канадско-швейцарский способ существования. Федерализация Сибири. Федерализация, но федерализация. Да, вот есть государство Техас. Наша ошибка в том, что мы слово «стейтс» воспринимаем как область или губернию. А это государство. Это государство. Значит, если федерализация, федерализация будет либо по уму, либо взрывом. Если по уму, то да, можно так и дальше каким-то образом договариваться. Но сегодня мы имеем дело с татаро-монгольским вариантом. Есть Москва, которая дает ярлык на княжение, да, забирает все деньги себе, а потом с барского плеча дарит. Это возможно только когда есть, во-первых, жирный бюджет нефтяной, когда есть чем делиться. И второе, когда работает аппарат насилия государственной, подавления. Нет уже одного, скоро не будет другого. И вот тогда проблема целостности России может стать довольно серьезной практически.